Вообще, когда продавец понимает, о чем думают их клиенты, он оказывается в такой сумеречной зоне профессионала. То есть он понимает, какие неозвучные возражения будут у клиента, и ему уже без разницы, это знаешь, как будто под водой находишься, без разницы, что говорит клиент там фоном. То есть вы уже начинаете сразу прорабатывать его возражения, задавать ему вопросы, понимая, что он может эти возражения высказать, и вы условно как бы отдержаете его на несколько шаговках шахматов, задавая ему правильные вопросы. Вообще, продажи в руках продавца. Если вы не понимаете, как думают клиенты, как они мыслят, и на что они реагируют, то есть исходя из ваших слов, какие действия они предпринимают, то вы тогда не сможете максимально классно продавать. То есть важно понимать, как мыслит клиент, и какие есть сигналы, факторы, на что он реагирует. Поэтому, если вы возьмете на себя полную ответственность за продажи, и будете понимать, что людьми управляет разум, тогда вы сможете достичь высоких результатов в продажах. Плюс бывает такое, что большинство менеджеров, они жалуются на клиентов в отсутствии продаж. То есть, условно, вот он никак не может решиться, из-за него я там потратил свое время. Вот поменьше бы таких клиентов. То есть, когда клиенты на клиентов жалуются, менеджеры – это плохой знак, это всегда отсутствие продаж. То есть, человек не взял ответственность на себя, он думал, что там клиент купит, а он не купил. И менеджер расстроился из-за своих таких завышенных ожиданий. Такие вот вещи нужно в коллективе убирать, вычищать, чтобы менеджеры были ответственны и понимали, если они не продали, то это их не вина. Поэтому надо понимать, что единственное, за что отвечает покупатель – это за то, что он должен вам дать деньги. Чисто факт передачи денег. А если клиент зашел в магазин и, например, говорит «Мне ничего не надо, я сегодня покупать ничего не буду», вы можете пошутить с ним, посмеяться, сказать «Ничего страшного, это будет моя вина, а не ваша». То есть, тогда вы четко понимаете, кто за что отвечает, за что клиент, за что менеджер. И тогда вы профессионал, если вы понимаете, о чем вообще я говорю. Ну и когда клиент говорит «Я ничего не буду покупать», в самом деле, либо он боится продавцов, либо боится принять неправильное решение. То есть, чаще всего это такие мысли в голове клиента, между которыми он мечется. Если вы знаете, как пробивать этот барьер, устанавливайте контакты и вперед.